В выходные дни на встречу с депутатами нашей фракции на площади Гагарина пришло более 2,5 тысяч обеспокоенных родителей. Они крайне удручены тем, как обходятся с их детьми в школах и вузах страны. Вместо того, чтобы полиции помочь провести эту встречу, а по закону они обязаны помочь, они полтора часа через громкоговорители орали, что вы тут незаконно собрались. Собрались абсолютно законно и по теме, которая волнует каждого из вас, я обращаюсь ко всем гражданам страны. Сегодня ключевая тема – это плохое образование в школах и вузах. Необразованная страна не может иметь никакого полноценного будущего. Последовательно реализуется программа, которая была подготовлена иностранными эмиссарами для нашей страны еще в 1994 году. Я впервые вам демонстрирую доклад Всемирного банка в ноябре 1994 года, где специалисты 10 стран подготовили, так он называется, «Россия образования в переходный период». Это не образование, это уничтожение классического русского и советского образования, которое было признано лучшим в стране. И вот собрались обеспокоенные граждане для того, чтобы выискать свое мнение, а полиция вела себя так, как в свое время оккупационные власти вели в советской стране, когда фашистские орды обрушились на Советский Союз. Там они орали в микрофоны, сдавайтесь в плен, расстреливайте коммунистов и своих командиров. Я еще раз официально обращаюсь к министру Колокольцеву, призовите к порядку своих служителей, которые в данном случае проявляют постыдное рвение. Почему постыдное? Потому что когда фашисты оккупировали нашу страну, они предлагали не учить славян. Прямая директива Гитлера. Нам не нужно качественное образование. В лучшем случае должны уметь читать, считать до 100, знать правила дорожного движения и все помнить, что главная столица Рейха – это Берлин. Все. Точно. Вот сегодня это реализуется на просторах Российской Федерации. Если вы откроете первый раздел, написано, что тема образования касается фактически 93 миллионов граждан, что образование советское было воспитательным, оно формировало гражданина, нам нужен потребитель. И в результате вносится поэтапно, каким образом надо реформировать, чтобы угробить лучшее в мире образование. Это признавали все без исключения. Что сделали на основе этого документа? Господин Ливанов и Фурсенко реализовали две трети этой программы. Но они начали с того, что ликвидировали базовые предметы, которые преподавала советская школа. В советской школе было 19 базовых предметов. Она формировала гражданина, она формировала умного человека, способного выбрать себе достойную профессию, будь то это завод или коллективное хозяйство или университет. Короче говоря, у каждого был хороший фундамент для будущего старта. Они все сделали для того, чтобы ликвидировать полноценные начальные образования. Сегодня, если вы посмотрите, нижайшая зарплата учителя начальных классов, а учитель начальных классов – это вторая мама. Как правило, это женщины, но учитель начальных классов должен знать в рамках 7-летких прекрасную математику, русский язык, литературу, да и буквар начинался с Пушкина. Сегодня классиков русской литературы, великой поэзии, советской эпохи вы почти не найдете в учебных программах. Они выбросили даже гениальные произведения Шолохова, Фадеева, Островского. Второй этап – не нужны нам инженеры, нам нужны бакалавры и магистры. И в результате сегодня не найдешь специалиста, истребляются инженерные профессии, а наши инженеры были одни из лучших в стране. Я в свое время летал на совместный запуск космического корабля вместе с американским экипажем. Рядом сидел руководитель НАСА, спросил, как наши инженеры и космонаты. Он сказал, классные ребята, великолепные инженеры. У вас подготовка в вузах высшего класса. Сегодня этой подготовки нет. Но для того, чтобы производство работало, нужно профессиональное образование. И советская страна изобрела тогда на базе среднего образования великолепное, профессиональное. Этим занималась, помню, Ленинградская партийная организация. Опыт обобщался по всей стране. В соответствии с этим докладом, который навязали нашей стране, Российские министры Ливанова и Фурсенко угробили полностью профессиональное образование. Только за это их надо гнать из этой сферы в самый суровый палк. Следующий этап связанный с ЕГЭ. Эта форма проверки знаний американцам была опробована еще сто лет назад. Но она не вызывает особых возражений, как форму. Но ее втащили в качестве главного экзамена. И как собаку, обезьяну натаскивают по двух-трем предметам, по остальным спросите, не знают ничего из своей собственной и родной истории. И теперь этот разрушительный, оскудный процесс дополняется еще двумя законами. Законом об удаленном образовании и законом двух карателей 2К, по которым можно прийти в семью и отнять у вас детей. Отняли полноценное образование. Отняли возможность учиться в современной школе. Отняли производственную форму обучения. Отняли возможность получить грамотного инженера и специалиста. Отняли возможность талантливого ученого и молодого человека работать в родном институте или предприятии. Полтора миллиона выгнали за кордон. Теперь пришли, что называется, запасли. И вот наши соотечественники в центре Москвы собрались высказать замечания, а полиция и еще очередные каратели пришли затыкать рот и мешать проведению этого мероприятия. Я обращаюсь и председателем правительства Мишустина. Рассмотрите внимательно то, что происходит в системе образования. Если Фурсенко и Ливанов уничтожали систему полноценного образования, Васильеву попыталось хоть что-то сделать, но либеральная свора сгорала со всех каналов, Вы восстанавливаете воспитание. А каким образом можно формировать гражданина и патриот? Система формирования человека есть одна в труде и преодолениях во имя высших целей гуманизма, справедливости, дружбы. Но в национальной стране это вопрос исторического выживания. Я никогда не забуду картину, когда президенту принес Фурсенко базовые предметы. Слушайтесь, какие предметы. Физкультура. Раб должен быть здоровый и сильный. ОБЖ безопасной жизни. Ты должен сам кошелкой отбиваться от бандитов в подъезде, хотя 3 миллиона с погонами ходят, с наганами и автоматами. Ты должен знать историю, а историю пишет Кредер и Сорос учебник, и ты должен знать обязательно иностранный язык. Я тогда задал президенту, скажите мне, а каким образом формируется гражданин в школе? Только на базе русского языка, языка межнационального общения, нашей великой истории тысячелетней, которой мы гордимся, нашими великими победами, которые сформировали наш дух и уважение в мире, и великолепной литературой, которой не просто гордимся, которой учатся многие. Где были открыты за последние 200 лет главные открытия? На базе математики, физики, химии и биологии. Почему у вашего Фурченко нет главных предметов, без которых невозможно ни научно-технического прорыва, ни конкуренции в современном мире? И вот с этими предложениями мисс пришел. И он потом оказался в кремлевских кабинетах и сейчас сидит, дирижирует этой образовательной трагедией. Мы сейчас с вами столкнулись с очередным вызовом. Когда под прикрытием коронавируса вот эта вся шобла ельцинско-гайдаровская ну просто вздыбилась. Она просто лезет любой ценой угробить то, без чего мы никогда не воскреснем и не восстановим свои суверенитеты и свои преимущества. У нас уникальный опыт образования. Ленинско-сталинская модернизация началась с комиссии. Комиссия по чрезвычайной, вторая комиссия по борьбе с грамотностью. Мы из малограмотной страны сделали самую читающую, образованную, самую космическую и самую передовую. Мы из распавшейся империи собрали великое союзное государство. Мы из разрозненных народов собрали братскую семью народа. И сегодня вся эта свора, которая предала лучшие идеи в 1991 году, вся выстроилась против школы, против образования. Давай домой засадим под видом коронавируса студентов и школьников и окончательно угробим. Уже год потеряли. Мы обязаны с вами принять исчерпывающие меры. Мы выражаем недоверие этому курсу в силу того, что самым наглым образом реализуется программа, которая является преступной по отношению в школе нашим школьникам и семьям. Наша фракция выражает протест против действий. И все сделаем для того, чтобы провести программу образования для всех, которые подготовил Алферов, Мельников, Кашин, Смолин, Коломейцев, Афонин, Новиков, Плетнева. Останены люди, блестящие, знающие наше образование. Я уверен, что нашу программу граждане поддерживают, в том числе на выборах следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова